Добрый вечер, это программа «После новостей». Меня зовут Илья Зайцев. И сегодня мы обсуждаем предстоящую зимнюю универсиаду в Красноярске в 2019 году. Вместе с нашими гостями это Эрик Сейнтрон, генеральный секретарь и исполнительный директор ФИСУ. Welcome to Красноярск. И Олег Васильевич Матыцын, первый вице-президент ФИСУ. Добро пожаловать. И пожалуйста, 4 года осталось до проведения универсиады в Красноярске. Вот вы прилетели в наш город. Как вы можете оценить готовность города к проведению универсиады на этом этапе? В связи с тем, что, наверное, вообще решение о подготовке к универсиаде и сама идея этого проекта возникла ровно 4 года назад. Так же, как 4 года остается до проведения универсиады, когда здесь впервые были проведены всероссийские соревнования среди студентов. И прежде всего мы отмечаем очень высокий уровень желаний и у жителей города, и, безусловно, у губернатора, у администрации города сделать этот проект не только как спортивной составляющей, но и проект, который бы позволил в дальнейшем получить наследие и возможность использования спортивных объектов, всей инфраструктуры для дальнейшего развития города и края. И для нас очень важно, что здесь находится Сибирский федеральный университет, это гарантия того, что молодежь, студенты будут в этом проекте также активно участвовать. И для нас, для ФИСУ Международной Федерации это является тоже одной из задач, не только спортивная, повторяю, составляющая, но и вовлечение как можно большего числа жителей города, жителей региона и молодежи быть участниками этого проекта. Как мы говорим, это универсиада, которая делается руками и сердцами молодых людей, для молодых людей, для будущего и страны, и города, и их университета. На сегодняшний день все идет в соответствии с тем планом, который был принят Международной Федерацией и той программой, которая утверждена Организационным Комитетом. Конечно, в вопросе подготовки к универсиаде важно проектирование и строительство, но не менее важны и люди, которые готовы работать. Именно поэтому мы приехали сюда. Большая делегация из Красноярска посетила недавние зимние игры в Испании и Словакии. В Алмату на семинар для будущих хозяев игр также приезжали представители вашего города. И это очень важно для будущего игр. Это важно для тех людей, молодых людей, которые следующие четыре года будут участвовать в подготовке зимней универсиады в Красноярске. А потом город будет готов проводить международные соревнования любого уровня. А здесь, пожалуйста, завершилась универсиада, которую принимали в Испании, в Гранаде и Словении. Какие выводы основные вынесены? Потому что многие отмечали, что она была несколько скромнее, чем ранее проходили зимние универсиады. Конечно, она несравнима с летней универсиадой в Казани. И второй вопрос здесь. Какой, по Вашему мнению, должна быть универсиада в Красноярске? Каждая страна и каждый город-организатор имеют свою концепцию проведения универсиады. Универсиада, которая прошла зимняя в двух странах Словакии и Испании, она, безусловно, носила характер. Во-первых, это первый раз две страны организовывали универсиады. Виды спорта были разделены по странам. Это, на самом деле, тоже одна из интересных концепций. И могу сказать, что техническим уровнем организации мы удовлетворены и в Словакии, и в Гранаде. В соответствии с требованиями Международной Федерации по видам спорта универсиада проведена успешно. То, что касается концепции универсиады в Красноярске, конечно, она отличается. Потому что, я повторяю, во-первых, она будет в одном городе. Во-вторых, и это очень важно для нас, все спортсмены будут жить в кампусе университетском. И, конечно, это придает и уникальность проведению универсиады, и возможности людям, молодым людям, студентам общаться друг с другом. И, безусловно, не только, повторяю, спортивной составляющей, но и образовательной, культурной. Хотелось бы добавить, что это был своего рода вызов для Испании. Ведь все понимали, что Испания – это не самая зимняя страна. Это страна летних видов спорта. Но это как раз одна из задач ФИСУ – развивать и привлекать к зимним видам спорта все новые и новые страны. Мы проводили игры в Китае в 2001-м, где зимние виды спорта были не очень развиты. И сейчас там созданы все условия для них. Еще один пример – Турция. Тоже не самая зимняя страна. А сейчас там проводятся спортивные мероприятия зимой. Все это благодаря зимней универсиаде 2011. Но в Испании все было еще сложнее. Там сложно найти горы, ледяные сооружения. Но в итоге все прошло очень успешно. Конечно, отдельная благодарность Словакии, которая согласилась принять у себя часть соревнований. Там и природные условия были более благоприятны. Да и Испания из-за некоторых бюджетных ограничений не могла себе позволить построить все необходимые объекты. Следующие зимние игры пройдут в Алма-Ате в 2017 году. И здесь у нас нет никаких опасений. Этот город уже принимал у себя зимние игры Азии. У них уже построены объекты. Есть опыт проведения мероприятий такого рода. Ну а если говорить о России, это страна зимних видов спорта. На последних играх сборная вашей страны завоевала 56 медалей. 20 из них золотые. Именно поэтому мы уверены в том, что игры в Красноярске пройдут на высшем уровне. Есть определенные задачи, которые нужно будет решить. Это, например, горные лыжи, которые пока не особенно развиты в этой части России. Вы уже сказали о том, что экономические факторы повлияли, в том числе, на проведение универсиады в Испании. Как, по вашему мнению, вот те достаточно сложные экономические времена, которые сейчас наступают в России, могут повлиять на проведение универсиады? Что это должно быть? Это должна быть щедрость русской души или это должны быть скромные игры, но которые оставят некое наследие универсиады? Хотелось бы отметить, что ФИСУ с пониманием относится к вопросу бюджета игр. Конечно, игры в Казани были очень дорогими, но если сравнить с проведением Олимпиады, траты не покажутся уж такими большими. Всегда можно организовать универсиаду со скромным бюджетом, который страна может себе позволить. У ФИСУ нет требования, обязательно нужно построить огромный спортивный объект. Мы всегда предлагаем использовать то, что уже есть, улучшать существующее. Мы ни в коем случае не заставляем организаторов строить монстров, как мы их называем, белых слонов, которые затем будут требовать существенных трат на содержание от властей города или региона. Последние зимние игры в 2013 и 2015 году доказывают, что возможно организовать технически превосходные зимние игры с ограниченным бюджетом. Я думаю, что здесь мы должны просто найти золотую середину. Есть минимальные требования Международной Федерации студенческого спорта. И, безусловно, Красноярск более чем соответствует этим требованиям уже на сегодняшний день по уровню объектов, инфраструктуры. Хотя впереди еще 4 года. Безусловно, я думаю, что Красноярск продемонстрирует российское гостеприимство. Но, как уже отметил генеральный секретарь, мы не руководствуемся только олимпийскими стандартами. Конечно, повторяю, все объекты должны соответствовать требованиям Международных Федераций. А такая уникальная возможность, как, повторяю, и присутствие Сибирского федерального университета, и российские традиции, я думаю, позволят обеспечить гостеприимство, яркость этого праздника. И мы будем... Сейчас гарантировано то, что федеральный бюджет принят, фактически он согласован, в нем предусмотрены все расходы, связанные со строительством. Конечно, определенное, наверное, влияние будет иметь нынешняя ситуация, социально-экономическая, в стране. Но я уверен, повторяю, что универсиада будет проведена чуть выше тех минимальных требований, которые в настоящее время существуют в ФИСУ. Не могу не спросить, сейчас Россия находится в достаточно сложном, внешнеполитическом еще условиях. В этом плане, по вашему мнению, все знают, что во время Олимпиады завершаются, должны завершаться все войны, и Олимпиаду политизировать нельзя. В этом плане универсиаду тоже политизировать нельзя? Я вам только один пример приведу, буквально из истории наших взаимоотношений с командой Украины в Словакии и в Гранаде. Мы, университетское сообщество, это прежде всего представители молодежи. И спорт, наверное, уникальным средством является механизмом, который позволяет сохранить баланс отношений и некую терпимость. Потому что мы не испытываем в настоящее время никаких конфликтных ситуаций, недопонимания на уровне наших студенческих спортивных организаций. Внутри, безусловно, в ФИСУ мы также придерживаемся принципа толерантности, уважения каждой страны. И универсиада, прошедшая в Словакии и в Испании, еще раз это продемонстрировала все спортсмены, и какие страны они бы не представляли, они уважительно относились и к другим соперникам других стран, и к победам их поздравляли, и сопереживали, когда были какие-то неудачи. Поэтому, безусловно, я считаю, что значение универсиады заключается в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, чтобы продемонстрировать мировому сообществу ценность спорта, как, повторяю, средство, дарящего мир взаимопонимания, прежде всего, для молодого поколения. В истории ФИСУ никогда не было никаких бойкотов игр, как это бывало с Олимпийскими играми. Может быть, потому, что именно студенты всегда это те люди, которые меняют страну. Любые серьезные изменения внутри общества в мировой практике никогда не происходят без студентов. Также могу сказать, что внутри студенческих игр никогда нет никакой политики, никакого политического влияния на студентов. Они приезжают на соревнования, чтобы поделиться своим опытом, чтобы заниматься спортом, чтобы общаться с образованными и активными людьми, и для нас важно это сохранять. А как ФИСУ относится к удаленности Красноярска и от Москвы, и от Европы, и от Соединенных Штатов, и вообще от многих-многих стран, то есть мы находимся настолько далеко, это риск, что участников будет меньше, или это возможность, что участников будет больше, потому что они захотят увидеть неизвестную Сибирь? Вы знаете, во-первых, мы находимся практически в центре континента, и если брать расстояние со стороны Кореи, Японии, Китая, а с другой стороны, со стороны Европы, то мы не видим здесь больших проблем, связанных с удаленностью. Тем более, что в истории ФИСУ мы неоднократно давали право организации универсиады в более отдаленных даже уголках, но для нас это не является... То есть важно, чтобы страна обеспечивала максимально комфортные условия прибытия делегаций и наличия авиарейсов удобных. А с точки зрения расстояния, мне кажется, мир настолько сейчас интенсивно развивается, что один час больше, один час меньше, в принципе, не играет роли. И я думаю, что участие стран, в том числе по той причине, которую вы сказали, интерес к Сибири, интерес к России, к региону, который пока еще, к сожалению, не столь известен в Европе, прежде всего, тоже будет способствовать большому активному участию стран. Ну, вы знаете, иногда путешествовать внутри Западной Европы бывает очень непросто. Мне всегда удобно сесть на самолет в Брюсселе или Женеве и прилететь в Москву и Красноярск. Я уверен, что все команды обязательно приедут в Красноярск. Во-первых, универсиада здесь пройдет в марте. Это конец зимнего сезона. И мы ожидаем, что участников будет еще больше. Соревнования очень удачны с точки зрения расписания. Ну и самое главное, я уверен, что для всех молодых спортсменов, молодых студентов, это будет отличный опыт. Большинство из них только и делают, что выступают в Европе, Швейцария, Франция, Германия, Австрия. И они с радостью попробуют что-то новое в совершенно новой точке мира. Они с радостью посещают соревнования в Азии. Они с радостью летают в Америку. А прилететь в сердце России – это фантастическая возможность. Не найдется студентов и спортсменов, которые бы не захотели прилететь и посмотреть Сибирь. И они многое откроют для себя. Ведь многие считают, что в Сибири очень холодно. Все в снегу. Но сегодня, например, здесь даже теплее, чем в Швейцарии. У вас очень красивый и интересный край. И у вас есть 4 года, чтобы рассказать о своей стране, о своем крае и привлечь сюда еще больше гостей. Буквально секунду добавлю. Я думаю, что задача не ждать игры. Задача, что в течение этих 4 лет как можно больше находить возможности говорить об универсиане на различных уровнях, на презентациях, конференциях, для того, чтобы повысить этот интерес к проекту. Для нас, прежде всего, важно, чтобы этот проект был, как говорят, народным проектом. Чтобы была поддержка населения. Чтобы это не только были, повторяю, спортивные составляющие. Но этот был праздник в течение 10 дней. Для всего города, как минимум, для всей страны, безусловно. Потому что для нас, еще раз повторю, важно, чтобы после проведения универсиады, те объекты, которые будут построены, и та атмосфера в городе, атмосфера праздника, атмосфера открытости, она сохранилась. И чтобы действительно и Красноярск стал городом такого международного значения, с точки зрения развития туристического бизнеса и спортивной составляющей, безусловно, университетского сообщества. Спасибо большое за то, что пришли в нашу студию, за то, что приехали в Красноярск. Ждем вас снова. Скоро прилетите? С проверкой очередной? Мы приезжаем не проверять, мы приезжаем сотрудничать, для того, чтобы действительно дух единой команды, страны международной федерации, Красноярска, Россия, он был здесь постоянно. Это мой четвертый визит в Красноярск. Я приезжал и зимой, и летом, и мне всегда здесь нравится. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо. Это была программа «После новостей». Мы увидимся с вами вновь. Спасибо, что были с нами эти 15 минут. Всего доброго.